Без всяких прелюдий держите две новости Google отказывается от процессоров Qualcomm в своих пикселях и хромбуках Почему? Да потому что они делают свой процессор, ребята А производить будет Samsung Да-да, как в свое время производили процессоры для Apple Вот это заявочка Что ж тогда там за вторая новость? Новый процессор Exynos от Samsung уничтожает Еще раз уничтожает По производительности Qualcomm Snapdragon 865 И Apple A13 Bionic Как такое возможно? Дело в том, что графику для процессоров Samsung Теперь делает никто иной, как AMD Да, тут есть о чем говорить Давайте во всем разбираться Всем привет, это Дроидер, с вами Валерий Истишев Погнали! Че-то громахнуло Начнем с утечек про процессор Google Его кодовое имя Whitechapel И это не какой-то далекий мифический концепт Процессор уже физически существует И мы знаем его характеристики Итак, техпроцесс 5 нанометров С использованием экстремальной ультрафиолетовой литографии 8 ядер 2 высокопроизводительных ядра Cortex-A78 2 ядра Cortex-A76 И 4 энергоэффективных Cortex-A55 За графику отвечает еще не анонсированный Mali MP20 С 20 вычислительными блоками И вишенка на торте Сигнальный и нейронный процессор здесь не абы какие А разработанные самим Google Эти характеристики звучат неплохо Первый проц от Google будет как минимум не хуже, чем у конкурентов Но чем он будет лучше? И будет ли? И главный вопрос Зачем же Google идет на такой риск И отказывается от снэпдрэгонов? Тут есть несколько причин И первая это цена В индустрии Qualcomm известен своей жесткой патентной политикой В отношении чипов сотовой связи Они всячески давят конкурентов И навязывают клиентам невыгодные лицензионные сделки Под угрозой прекращения поставок чипов Сейчас их из-за этого судят И вообще история интересная Поэтому в описании будет ссылка на подробную статью Короче, для Google самостоятельно производить процессоры будет просто дешевле А мы с вами, возможно, увидим пиксель по нормальной цене Забыли уже про такое? Вторая причина Qualcomm сфокусированы только на телефонах А на носимые устройства они плевать хотели Их актуальный процессор для носимых устройств Wear 3100 основан на процессоре 2013 года Snapdragon 400 Который сделан по техпроцессу 28 нанометров Короче, это рухлядь, а не процессор Google даже в свое время не стал выпускать смарт-часы под своим брендом Возможно, именно благодаря Qualcomm И третья причина Несмотря на то, что чипы Qualcomm эффективнее и быстрее конкурентов от Mediatek или Samsung Они катастрофически отстают от Apple Не нервничайте Сейчас объясню Чтобы вы понимали, 865-й дракон по ряду очень важных показателей Таких как одноядерная производительность или веб-тесты Отстает от A11 Bionic, процессора 2017 года Который был установлен в iPhone X То есть, если перевести A11 Bionic на 7-нанометровый техпроцесс Добавить несколько ядер Он уделает Snapdragon А в случае устройств Google отставание еще заметнее Они выпускают пиксели осенью под конец жизненного цикла процессоров Qualcomm И главная причина Свой процессор наконец-то позволит Google оптимизировать Android под свое железо Так, как это делает Apple Вот вам живой пример Решили Apple перейти на новый видеокодек в iPhone H.265 И сразу же добавили блок декодирования на уровне железа В итоге пишешь видео, говоришь по FaceTime Неважно, батарейка не садится и работает все быстро Но когда у Google появится возможность тонко подстраивать железо и софт Только представьте, как все залетает Более того, Google сможет прокачать свои пиксели новыми уникальными фишками Помните, в 2018 году показали Google Duplex И который может по телефону столики бронировать Сейчас в Америке на пикселях эта фишка доступна Но урезанная и не такая впечатляющая Вполне возможно, что свой чип позволит запустить полноценный вариант прямо на телефоне Только представьте, ваш личный электронный секретарь Ну или фирменная Google камера Да, она снимает классно, спору нет Но, во-первых, батарейка тает на глазах Во-вторых, телефон безбожно греется после пары минут фотосессии Так происходит в том числе потому, что Snapdragon не проектировался специально для пикселя Например, чтобы вывести HDR превью в приложении камера Пикселю приходится сначала данные с матрицы загрузить в сигнальный процессор Qualcomm Потом все передать в гугловский Neural Engine, расположенный на отдельном куске кремния Там нейрон генерирует превьюшку И только потом это изображение выводится на экран А когда мы делаем сам снимок, процесс повторяется, но только при помощи полноценного алгоритма HDR Plus Свой процессор позволит все это многократно ускорить И батарейка больше не будет высаживаться А еще Google сможет на железном уровне добавлять поддержку своих новых технологий В том числе одного очень высокоэффективного кодека О нем мы подготовили отдельное видео Так что подпишитесь прямо сейчас на Droider, нажмите на колокольчик и лайк, чтобы уж точно это не пропустить Но! Хватит ли у Google опыта, чтобы сделать действительно крутой собственный проц? Денег-то хватит Если вы думаете, что в Google работают полные профаны с точки зрения инженерии, вы глубоко ошибаетесь Они уже несколько лет клепают собственные процы В 2016 году Google показал публике свой первый проц Это был тензорный процессор для серверных нейронных вычислений К тому времени они уже год использовали его инхаус В 2017 году в Pixel 2 Google встроил сигнальный процессор Visual Core, который отвечал за обработку алгоритма HDR Plus В Pixel 3 появился чип безопасности Titan M, за взлом которого Google готова заплатить полтора миллиона долларов А в четвертом Pixel появился Neural Core, который помимо обработки HDR научился крутить всего Google Ассистента на устройстве Раньше для этого целый сервер был нужен Это позволило сделать крутейшее оффлайн распознавание речи в приложении Диктофон А также возможность автоматически создавать субтитры к видео Что называется Live Captions Кроме того, несколько лет подряд Google массово хантит опытных инженеров Из Qualcomm, Intel, NVIDIA, Broadcom и даже Apple Сейчас команда G-Chips насчитывают как минимум 80 человек Но вопрос не в количестве людей и процессоров Дело в идеях Google Например, недавно в своем блоге они рассказали про нейросеть, которая умеет оптимизировать финальную компоновку печатной платы Эта нейронка за 6 часов может определить, как лучше всего расположить элементы на кремнии У лучших инженеров на это уходят недели Вы понимаете? Искусственный интеллект делает дизайн процессора Очень гугловский подход И вот прям не терпится посмотреть, что же у них получится на практике Так когда же будет готов процессор? Google уже отказались использовать Snapdragon 865 в Pixel 5 Ссылаясь на то, что он дорогой и громоздкий Напомню, что 5G там внешний Но поставят ли в Pixel 5 свой процессор? Неизвестно, скорее всего не успеют И в этом году Pixel будет работать на более дешевом Snapdragon 765G Печаль, понимаю Но в случае с Pixel я бы на лучший расклад не рассчитывал А вот что будет в 2021 году Кто его знает Вполне возможно в начале года нам покажут Pixel 5 Pro или Ultra на процессоре от Google А может придется подождать выхода Pixel 6 осенью Наверняка можно сказать лишь то, что в 2021 году конкуренция на рынке мобильных процессоров усилится И дело не только в процессоре Google Тут еще и AMD вмешались Переходим к следующей новости Итак, много лет подряд Samsung сливал Qualcomm со своими Exynos'ами Ядра их собственного дизайна Mongoose так и не получилось довести до ума И в этом году компания даже у себя на родине стала продавать Galaxy S20 на Snapdragon Казалось бы, сражение проиграно Но 3 июля 2019 года истекло эксклюзивное пятилетнее соглашение с ARM По которому Samsung покупал дизайн ядер Cortex и графику Mali И в этот же день Samsung заключили долгосрочное партнерское соглашение с AMD На использование графики от Advanced Micro Devices в своих однокристальных системах И что, скажете вы, у Nvidia со своей тегрой в мобильном сегменте практически ничего не получилось За некоторым исключением Почему же получится у AMD? Задам встречный вопрос А задумывались ли вы, почему название графических процессоров Qualcomm Adreno? Это анаграмма слова Radeon Есть ли ответ у Виктории Бонни? Заговор? Нет 10 лет назад AMD продали свой бизнес по мобильной графике Qualcomm и вышли из игры Поэтому фактически наши телефоны работают на древних технологиях AMD Но теперь AMD вернулись И результаты ошеломляющие Откуда мы это знаем? Так уже слили результаты тестов все В GFX Bench Snapdragon 865 выдаёт вот такие цифры А новый Exynos 1000 с графикой AMD уделает его почти в 2 раза в тесте Manhattan и почти в 3 раза в ASTEC High График AMD опережает не на одно, а на целых 2-3 поколения актуальные решения А ведь это инженерный, еще не оптимизированный образец Даже в сравнении с A13 Bionic результат нового Exynos впечатляющий И да, все настолько серьезно, что по слухам новый Nintendo Switch Pro откажется от Nvidia Tegra в пользу Exynos с графикой AMD В итоге 2021 год с точки зрения мобильных процессоров обещает быть жарким В нем схлестнутся нейронные технологии от Google Графические чипы от AMD И патенты от Qualcomm А мы посмотрим, кто же кого победит Это Дроидер, с вами был Валерий Истышев Не забывайте подписываться на Дроидер, чтобы ничего интересного не пропускать Ставьте лайк, если вам понравилось И до встречи в будущем Дроидер, с вами был Валерий Истышев